Накатаки-сан, коничи ва. Я очень рада быть в Японии и спасибо вам, что вы пригласили в сад. Я восхищаюсь японскими садами. Это сады с большой огромной историей, обычно это канонические сады при храмах. А сегодня я хочу поговорить про современные японские сады, которые обыкновенные японцы имеют рядом вокруг своих домиков. Понятно, что это небольшие сады. Есть ли какие-то незыблемые правила при создании японских садов? Когда изучаешь кибану, то есть определенные правила, такие как синсо и хикаэ. И зная эти точки, зная эти правила, можно также создавать сады. Если есть чувство баланса, то это уже очень помогает. Какое, по вашему мнению, основное отличие японских садов от европейских садов? Самое большое отличие – это в европейских садах симметрия, в Японии асимметрия. Благодаря асимметрии получается чувство незавершенности, и это особенная красота. И это чувство нестабильности приходит из того, как я говорил раньше, «шинсо и хикаэ». «Син» – это семь, «соэ» – это пять, «хикаэ» – это три. Если соединить эти три точки, то получается треугольник. Да, в основном старинные японские сады базируются на этом правиле. Но сейчас это уже не так. И то, как делают сады в настоящее время, техника меняется. Но я стараюсь придерживаться этого правила, придерживаться японских традиций. Например, этот камень – это синь. Этот камень – соэ. Вот этот камень – хикаэ. Определив позиции этих камней, можно сделать треугольник. Даже создавая стену из камней, можно немного сдвинуть ее. Если эта стена будет прямой, то будет слишком плоско. Поэтому специально сдвинуты части каменной стены. И даже немного сдвинув баланс, даже в таком небольшом саду получается пространство. В этом особенность японских садов и чувство японцев, небольшая симметрия дает ощущение нестабильности. И это все имеет продолжение в японской культуре, например, в аби-саби. Есть известный чайный мастер Сен Нори Кю. Он использовал в аби-саби как основу своей философии. И сейчас это проникает во все сферы японской культуры. В аби-саби – это не просто понятие, это целая философия. В переводе в аби – это простота и скромность. Саби – это что-то, что имеет отпечаток времени, часто говорят патина времени. Это может быть замшелый, состарившийся оттенок дерева. Это не что-то кричащее и яркое, а простое и утонченное, на что хочется смотреть и что умиротворяет. У нас много камней во всех трех точках. Мы не понимаем, что такое шин, что такое соя, что такое хикая. И теперь из каждой точки мы будем убирать ненужное, высушивать нашу композицию. Все ненужное убираем. И убирая у нас получается в аби. Верхний камень – это шин, это точка соя, это точка хикая. Это и есть концепция в аби-саби. Мы убираем все ненужное, высушиваем композицию. Камень обязательно имеет свою лицевую сторону. Это как человеческое лицо. И нужно всегда найти личико, да? И показать зрителю самое красивое лицо. Например, вот в этом камне есть и эта сторона, но, наверное, другая, самая интересная. Лицо камня – это самая интересная его сторона, то, что мы хотим показать зрителю. И если мы будем использовать этот камень в саду, вот до такой степени мы его погрузим в землю. Это зависит от вашего опыта укладки камней. Чем больше у вас опыта, тем легче вам определить лицо камня. Это то, что должен сделать мастер в самом начале. Даже в таком небольшом саду мы видим воду, слышим журчание воды. Как, есть ли какие-то принципы, основные законы по тому, как организовывать и привносить воду в сад? Да, в этом саду мы и видим воду, и слышим ее. И вода важна для человека и для его жизни, и для его развлечений. И мы также думаем о воде и сейчас, привнося ее в сад. Например, в период Хиян для этого воду брали с гор, либо создавали специальные пути из рек, чтобы в саду была вода, и иногда использовали для рыбной ловли. Например, в старинных японских садах всегда есть пруд и ке, и есть три вида рыдов. Эти три варианта – это вода, облако, сердце или душа. Сердце или душа – это одно и то же в японском. После этого интервью посмотрите на иероглифы «вода», «облако», «сердце». Правильно ли я понимаю, что с нами иероглифы отображают смысл и форму этого пруда? Да, вы правильно понимаете. Здесь я думал об иероглифе «вода». Я думаю, что для японцев вода очень важна, конечно, потому что ее использовали и для жизни, но не только для каких-то важных целей, как пищи или питье, а также для развлечений. Например, сейчас, когда мы приходим в какой-то ресторан, до нашего прихода владелец ресторана разольет воду перед входом, и этот знак обозначает, что он нас ждал. Это как часть гостеприимства. До вашего прихода мы сделали все чисто. В японских садах очень много символизма, который пришел из синтаизма, из буддизма, и, к сожалению, не все, особенно европейцы, понимают значение этих символов. Поэтому, насколько я понимаю, это очень важно, и ничто просто так в японских садах не делает. Есть ли какие-то символы в вашем саду, что они символизируют? Символ этого сада — это дерево Раубай. Также очень важно то, что, любуясь этим садом, мы находимся внутри дома. И находясь внутри дома, мы смотрим на сад и также видим пейзаж горы. Это называется заимствованный пейзаж. Используя пейзаж горы как основу, я выбрал это дерево, чтобы его дополнить. И теперь можно любоваться деревом, находясь внутри дома. И также эта сосна, которую вы видите, находясь в комнате, она немного создает такой просвечивающий образ, через который вы тоже будете видеть гору. И для создания объема, когда перед вашими глазами близко находится сосна, и потом вы можете переключиться на более дальние объекты, такие как Рубай и гору, это тоже важно. И я знаю, что в Японии открывающиеся всегда ставни, и ты открываешь и пускаешь сад в свой дом. Получается, что у тебя как бы стерты границы между садом и домом. И это чувство сада в доме, это то, что тоже входит в концепцию ваби-саби, и то, возможно, с чем рождаются все японцы. То есть ты открыл дверь, сел, и у тебя дзен, да? И медитируешь, да? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть ли у вас какая-то любимая книга по японским садам, или какой-то, может быть, источник, какая-то древняя книга, в которой могут обратиться те люди, которые интересуются японскими садами, которые изучают и которые хотят постичь эту науку? Да, есть одна очень старая книга, которая называется Закутэйки. Эта книга является основой, по которой делаются сады. Накатайки-сан, а какое ваше любимое времяпрепровождение в саду? Мое любимое занятие – пить пиво, спать и не заниматься никакими рабочими делами. Есть ли у вас какой-то любимый японский сад? Если бы я приехала в Японию на один день, и у меня была возможность посмотреть только один сад, какой бы сад вы порекомендовали и почему? Что в нем такого особенного? Я рекомендую сад Ренге-джи. В Киото много различных садов, но для меня это самый лучший сад. Мне нравится все – и пруд, и деревья, и пространство, сочетание всех элементов – это то, что я люблю в этом саду. Самое главное – это наслаждаться, наблюдать. Это одежда, которую я сейчас ношу, называется хаппи. Это специальная одежда для мастеров своего дела в Японии. В прошлом внизу этой одежды был специальный рисунок, и люди могли определить, чем занимается человек по рисунку. Фамилия Накатаке, поэтому, если дословно переводить, внутри бамбука. Внутри бамбука живут воробьи, и поэтому на гербе моей семьи вот листья бамбука, две птички, два воробья. В Японии у каждой семьи есть такой камон – герб. И это особенность Японии, что не только у высших слоев общества есть свой собственный герб – камон, но и вообще у любой семьи. Сейчас такую одежду часто на фестивалях еще используют, но изначально это была одежда не для фестивалей, а именно одежда работников специальных профессий. Накатакистан аригатома. Это было очень интересно и познавательно, и я надеюсь увидеть вас у нас в России, и хотелось бы, конечно, увидеть ваши сады не только в Японии, но и в России. Да, я бы хотел поехать в Россию, и уж поскольку мы знаем друг друга, раз уж у нас есть такая связь, то было бы здорово, если бы я смог поехать и представить, рассказать, научить японским садам в России. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Мы приглашаем самых крутых профи, и даже из Японии. Спасибо. Спасибо.